В эфире телекомпания «Алктиз» в студии Ольга Дерибера. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. Не дороги, а направления. Проблему организации школьных перевозок обсудили в администрации МИГЕТа. Заключите договор. Сменить пакет услуг предлагает своим абонентам «Стрелатели.ком». И «Байкал глазами художников». Своей работой представили учителя школы спустя. Очередное ДТП с участием пешехода случилось накануне днем около рынка «Сказка», что в 10-м микрорайоне. Там под колеса девятки попала женщина, переходившая улицу героев-космонавта по зебре. Водитель автомобиля, молодая девушка, отказалась от комментариев. Но, по словам очевидцев, она не заметила пешехода и не успела среагировать быстро, чтобы предотвратить наезд. В результате аварии женщина попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами тела. Обстоятельства ДТП сейчас выясняет группа по исполнению административного законодательства Российской Федерации. Как добираться до школы? Непростая ситуация возникла в МИГЕТе. Ученикам, живущих на окраинах поселка, приходится идти до школы несколько километров. И это несмотря на то, что на доставку детей до школы Управление образования ОМО выделило две транспортных единицы. Чтобы найти решение проблемы, накануне встретились представители власти, МИГЕТской школы и сотрудники ГИБДД. Есть транспорт, но нет дорог. Встреча прошла в здании администрации МИГЕТского муниципального образования, на территории которого расположены около 100 километров автомагистралей, но находятся они в областном, районном и поселковом видении. И если МИГЕТские дороги хоть как-то приводят в порядок, то с остальными ситуация обстоит намного хуже. Некоторые участки магистралей больше похожи на направление, по которым школьному автобусу везти учеников просто опасно. В связи с этим для перевозки детей МИГЕТская школа попросила третье транспортное средство повышенной проходимости. Понятно, какой бы там вездеход ни был, даже если он оттуда будет детей забирать, гарантии того, что не произойдет ДТП на обледенелой дороге, нечищенной дороге при снегопаде, и дети не пострадают, нет. Мы не можем дать разрешение согласовать маршрут, и школа соответственно, и управление образованием как таковое, не могут доставлять этих детей к общеобразовательному учреждению. Служба дорожного надзора ежегодно подписывает акты о несоответствующем содержании дорог, а дети вынуждены добираться до школы как попало, а то и вовсе преодолевая путь через железную дорогу и вдоль по автомагистрали. Для нормального движения школьного автобуса нужно, чтобы все дороги были оборудованы знаками и остановочными карманами с расписанием маршрута. Но за один день этого не сделать, а малышей из отдаленных районов МИГЕТа в школу возить надо. На сегодняшний момент эта дорога, мы все понимаем, что лет 5-6 еще, но как минимум, ее не приведут в соответствии, потому что там надо снимать эти горы, вот эти вот сопки надо снимать, ее расширять надо до 6,5 метров, правильно? Сейчас 6,5 метров ширина, тогда только движение, или 7 метров по СНИПам. По итогам встречи было принято решение создать необходимые условия для того, чтобы одобрить маршрут. Власти МИГЕТа пообещали выполнить рекомендации в максимально короткие сроки. Через неделю в Ангарске не останется ни одного старого лампового светофора. К началу ноября в городе оставалось 4 перекрестка, оборудованные регулировщиками советского образца. Так уже заменены объекты на пересечении улицы Карла Маркса и участка федеральной трассы М-53. Полностью обновлено регулирование на улице Преображенская. М-53 улица Иркутская и улица Олега Кашлова, улица Иркутского частично оборудованы. Не пришли еще остальные светофоры, ожидают их, как только они придут, они сразу же их заменят. Также будут оборудованы новыми светофорами, уже светодиодными, в повышенной яркости. Все светофоры снабжены табло обратного отсчета времени. Замена объектов потребовала примерно полтора миллиона рублей. Рабочий день в Ангарском военкомате сегодня начался с проблемы. В зданиях призывного пункта и военкомата отключили отопление. Причина – неуплата коммунальных услуг иркутскому филиалу ремонтно-эксплуатационного управления. Задолженность составила около двух миллионов рублей. Ангарский военкомат – это не единственное учреждение в области, которым Министерство обороны не оплачивало счета. Сейчас идет разгар призывной комиссии. Призывной пункт, к моему, на наше счастье удалось отстоять. Там призывники, врачи, сотрудники отдела будут находиться в теплее. Ну а пока не заработая система отопления, сотрудники военкомата вынуждены одеваться теплее. Компания «Стрела Телеком» с нового года будет предоставлять абонентам пакет из пяти телеканалов. Сейчас всем ангарчанам, которые ранее пользовались такой возможностью, предлагают перезаключить договоры и получать полный пакет услуг. Подробности у Марии Константиновой. До настоящего времени часть абонентов в компании «Стрела Телеком» смотрела пакет из пяти каналов. Это три общероссийских, один музыкальный и актис. Такой услугой пользовались в основном пожилые люди. В связи с изменениями в законодательстве граждане страны должны получать не менее восьми обязательных федеральных каналов. Новое введение проводится согласно указу президента, поэтому в прежнем виде услуга предоставляться не может. В связи с этим «Стрела Телеком» предлагает абонентам, которые смотрели пять телепрограмм, подключиться к полному пакету. «Мы даем возможность нашим абонентам избежать работ по установке антенн, приобретению приставок и так далее, так как в наших сетях вот этот пакет воспринимает любой телевизор». Абоненты, которые выберут это предложение, смогут смотреть не только восемь обязательных федеральных каналов, но и все шестьдесят, которые ретранслируют «Стрела Телеком». При этом зрители могут воспользоваться льготами, предоставляемыми компанией. Они предусмотрены для инвалидов и участников войны, многодетных семей и одиноких пенсионеров. «Если человек является одиноко проживающим пенсионером, то он, конечно, претендует на льготу. Для этого нужны документы, домовая книга, пенсионное удостоверение». Перезаключить договор можно, обратившись в офисы компании «Стрела Телеком» по адресам 13 микрорайон, дом 26 и 19 микрорайон, дом 10А. Мария Константинова, Михаил Тырышкин. Местное время. Семинар по вопросам электробезопасности прошел накануне в учебном центре «Профиль». Он объединил инженеров по охране труда и сотрудников предприятий, на которых возложена ответственность за электрохозяйство. «Те полученные знания, которые будут сегодня как бы преподнесены лекторам, они дадут новый импульс для организации в обеспечении надежности и безопасности электроснабжения». Организатором семинара выступила администрация ОМО. Он стал заключителем в цикле мероприятий, которые прошли в рамках Дни охраны труда. Сотрудники «Абнон» ангарской полиции при содействии общественного фонда «Город без наркотиков» приостановили деятельность наркопритона, который давно беспокоил жильцов 6-го общежития 86-го квартала. Там молодая наркоманка, отсидевшая за убийство, организовала продажу героина. Покупатели здесь же, в местах общего пользования, вводили себе дозу. Не останавливала наркоторговку ее годовалый ребенок. В комнате были найдены наркотики весом 1 грамм и деньги от сбыта. Сейчас женщина находится под стражей и за сбыт героина понесет уголовную ответственность. 14 ноября в Ангарске прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Традиционная встреча медиков и людей с заболеванием, которая стала мировой проблемой, проходила в перинатальном центре. В ходе мероприятия ангарчане могли проверить содержание сахара в крови, получить консультацию и ответы на интересующие вопросы. Разобраться, как все-таки пользоваться тест-полосками, если нужно глюкометром, как контроль осуществлять за сахарным диабетом, потому что это основное. Сегодня будут и подарочки, и разъяснительная информация тоже, когда обращаться, по какому вопросу и куда, как смотреть за кожей ног. Сегодня около 7 тысяч ангарчан страдают от повышенного содержания сахара в крови. Им необходимо уделять больше внимания профилактике сопутствующих заболеваний и вести определенный образ жизни. Добиться этого можно лишь совместными усилиями медиков, пациентов и их родных. Пленер 2012 – так называется экспозиция, которая открылась накануне в Ангарском художественном центре. Авторы представленных работ – преподаватели художественных школ города. Свои картины они писали на открытом воздухе во время поездки на Байкал в село Большое Голоусное. Уникальная байкальская природа вдохновила мастеров на создание прекрасных творений. Глядя на них, ты видишь настроение преподавателей, мастеров, художников. Вот настолько все выражено, такая вот она эмоциональная, такая позитивная, яркая, такое разноцветие, разнотравие, понимаете? А вода, вот вода и вода, кажется, да? А посмотрите, сколько оттенков, какая игра красок. Вот это смогли показать педагоги. На выставке представлено 42 работы 18 мастеров-художников Ангарска. Это лишь малая часть всей коллекции картин. У ангарчан еще есть время познакомиться с творчеством земляков. Экспозиция будет работать до конца месяца. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я напоминаю, что со всеми материалами программы «Местное время» вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в интернете. Всего вам доброго, будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok